Астротвы 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 Вы знаете, вопрос, да, интересный, но вообще складывается такое впечатление, что вот эта раса великанов, ну вообще как бы в мифологии, даже вот если брать древние мифы, и в русских мифах, и в мифах других народов всегда существовали великаны, причем великаны были разнорослые, то есть были великаны средней руки, можно сказать, там от двух до трех метров, и были просто такие циклопические великаны, которые достигали там 20 метров. Даже вот в Индии есть знаменитые статуи, которые, к сожалению, были сейчас разрушены, по-моему, года два или три назад, вот когда была война, их разрушили, там как раз показывалась лемурийская цивилизация, там, если мне память не измеряет, около 25 метров статуя была, потом цивилизация более низкорослая, где-то там метров, по-моему, пять, и уже современный человек, то есть показан был процесс эволюции с точки зрения, вот, скажем так, ведической концепции. Мне кажется, что следы великанов можно найти повсеместно, просто в силу, вот, опять же, той определенной парадигмы ученые боятся говорить о своих находках. Я вот сам не расталкивался, вот, скажем так, с двоякостью мнений ученых, то есть серьезные мужи, которые, скажем так, уже обладают определенным научным статусом, они прекрасно эту проблему понимают, но, скажем так, желая сохранить свое лицо, они стараются подить вот тему стороной. Тому примеру есть великолепная книга археолога, причем ученого с мировым именем, Мишеля Крымо, называется она «Запрещенная археология», где как раз очень интересно показан процесс, вот, именно научного замалчивания, скажем так, находок, которые не вписываются вот в традиционные представления, причем там, скажем так, нельзя какие-то данные, что там кто-то что-то нашел, а там показываются результаты научных экспедиций, которые в результате научным сообществам были отнесены или, скажем так, ну, переиначены, или просто забыты. То есть все-таки под определенную парадигму, которая устоявшаяся, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, подбивается, скажем так. Ну, скажем так, это да, в принципе, это правильно, потому что наука, она должна придерживаться определенных постулатов. Если эти постулаты будут постоянно нарушаться, у нас, в принципе, как наука, как, скажем так. Поставит под сомнение, скажем так. Да, поэтому вот у меня лет пять назад был интересный такой личный опыт, я присутствовал, не буду говорить на заседании какой Академии науки, просто лично видел разговор вот этих вот ученых-мужей, там, 70-80 лет, которые обсуждали, что вот у нас, там физики, математики находишься, вот у нас сейчас идут прорывные технологии, мы уже понимаем, что многие теории Эйнштейна, они уже становятся неадекватны. Они, скажем так, их нужно пересматривать, да, что появляются альтернативные источники энергии, появляется, скажем так, новое открытие в физике, но вот мы же уже с этими постулатами, как бы, мы написали научную работу, что будем делать. И там один очень такой мудренный, видимо, у них самый такой именитый ученый, сказал, ну, говорит, что, нам, говорит, ну, дословно, что нам осталось подождать еще 10-15 лет, а что будет потом, это будут уже решать те поколения молодых ученых. Понятно, но сейчас они решают все это пока не афишировать, скажем так, ну, какие-то такие яркие открытия, интересные находки. Вы знаете, не афишировать сейчас это очень сложно, потому что находок уже стало, перевалил, знаете, вот есть просто определенный, как называют, скажем так, точка невозврата, и вот эта точка невозврата уже давно пройдена, и закрывать, открыть на эти глаза, на эти открытия глаза просто уже становится невозможно. То есть идет уже, вот как в науке идет, процесс накопления определенной статистики, которую нужно в конце концов уже переводить в какое-то качество, то есть время-то уже пришло. Понятно, самое главное, действительно, его не обсуждать. Но я бы сказала, что в большей степени здесь, на сегодняшний день, по крайней мере, работают не ученые, а исследователи. Вот чаще всего даже какие-то, ну, понятно, что они, естественно, на научных каких-то определенных трудах, в общем-то, основываясь, куда-то отправлялись в какие-то экспедиции свои. Но в большей степени это общественники, а не ученые мужи, скажем так. Вы совершенно правы, это вообще, как бы, скажем так, сложившаяся уже мировая практика, которая длится не одно столетие, а многие тысячелетия. Могу показаться банальным, взять тоже Джордана Бруно, других людей. То есть это были люди, увлеченные в какой-то идее. Они шли параллельно с наукой, но высказывали, вот, скажем так, немножко смотрели вперед, и сами вот уже двигали этот процесс, накапливая данные, и через некоторое время, там, через 100, через 200 лет их теории уже принимались. То есть, да, очень многие вещи двигают именно общественники, хотя наука всегда, скажем так, пытается сдать какие-то комитеты по лженауке, которые немножко сейчас напоминают вот те институты инквизиции. То есть любое мнение, которое отходит от, скажем, определенного научного вот этого представления, оно начинает предаваться анафеме. Хотя меня всегда удивляют ученые, которые говорят, вот я занимаюсь темой ЛОН очень часто, у меня говорят ученые, ЛОН нет и не может быть никогда. Почему нет? Вот давайте вспомним банальную ситуацию. Буквально начало 20 века, Парижская академия наук, сидят ученые и обсуждают тему падающих с неба камней метеоритов. И ученые уже говорят, ребята, извините, камни с неба падать не могут. Что произошло буквально лет через 10? Да, да, естественно. А вот, ну, хотелось бы вернуться все-таки именно к великанам, да, потому что хотя все связано в нашем мире, но хотелось бы, наверное, спросить, знаете, что не только сами останки могут говорить сами за себя, да, что вот, да, действительно существовали какие-то такие вот расы гигантов, если так их назвать, да, но и, наверное, те огромные постройки, которые мы видим в том же Египте, в той же Мексике, ну, современной я имею в виду, ну, на том же острове Пасхи, то, наверное, тоже можно говорить о том, что, в общем-то, они построены были не людьми, ну, по крайней мере, нашего самого роста. Ну, да, даже вот взять вот эти знаменитые города в Андах, которые приписывают, скажем так, лемурийским городам, ну, вот, как можно почитать в Турдах Блават, с которой очень много мифов собрало, действительно, когда смотришь на эти камни, не совсем понятно, зачем человеку со средним ростом метр шестьдесят, метр семьдесят нужно было возводить блоки, которые превышают уступ в два-три раза. Во-первых, это колоссальные затраты энергии и усилий, и, во-вторых, не совсем понятно, кто и как это строил. То есть, да, когда видишь человека, вот нашего современного, рядом с этой постройкой, напрашивается мнение, что он для этой постройки как бы мелковат, что он, ну, раза в два-три хотя бы должен быть повыше. То есть, ну, можно говорить о том, что действительно эти постройки, ну, по крайней мере, некоторые из них... Да, то есть мы можем выдвинуть такую теорию, что, да, существовала какая-то раса, которая превышала, скажем так, по своим ростовым характеристикам современного человека. Ну, хорошо, давайте тогда все-таки к именно находкам каким-то интересных людей, ну, останков, по крайней мере, может быть, интересных захоронений, в том числе и с животными, и какие-то другие находки. Давайте вернемся к нашей России и поговорим все-таки о ней в большей степени. Какими находками славится Россия, скажем так, известна Россия в этой области, естественно? Ну, знаете, вот это... И где территориально? Да, вы знаете, меня вот эта тема заинтересовала не очень давно, все-таки, как бы, несколько в другом плоскости исследования были. А интерес появился годы четыре назад. Я по журналистским делам был в поселке Пожва. Это Пермский край, Коми-Пермятский автономный округ. А поехали мы туда с целью проверить слухи о том, что в музее хранится очень интересный такой артефакт. Его тогда называли зуб вампира почему-то. Мы приехали, да, и, честно говоря, я тогда был шокирован, потому что думал, что там, ну, какой-то, ну, зуб какой-то там непонятный. А когда нам вот этот зуб вынесли, да, это человеческий зуб, вот тот самый клык обычный, верхний резец. Но проблема в том, что он в два раза больше человеческого. То есть, его берешь на руку, и у тебя вот такое вот как бы отторжение. Ты понимаешь, да, это человеческий зуб, но, извините, он длиной вот почти четыре сантиметра. И начали, да, начали выяснять, откуда этот зуб появился. Оказывается, в районе Пожьего есть очень много древних могильников, связанных с таким тоже очень интересной темой, народом чудью. Это отдельная тема, о ней поговорим. Эти могильники, вот банально, они находятся на берегу Резь, они сейчас просто размываются, и вот эти все вот останки, артефакты, вот эти все крыши, они просто выпадают на берег. И вот как раз хранитель этого Пожьего Музея, он сам археолог, водит ребятишек, они там эти раскопки делают, показывают, учат их археологии, истории. И он буквально этот зуб просто нашел на берегу, сидит каких-то таких других останков. Начали собирать информацию, и с удивлением обнаружили, что вот уральская этнография хранит очень много интересных фактов, вот именно связанных с великанами, не просто с великанами, а с какими-то битвами великанов. То есть, существовала как бы одна раса, которая такое небесное воинство, а потом это в мифологию вошло как воинство Сварага. И воинство, которое, скажем так, было чисто земное, это такой полубог Дый. И вот как раз одна из легенд рассказывает, что как-то раз произошла битва между Сварагом и Деем, а Дый, он как раз отвечал за народ Чуть. В результате Свараг победил, прямо по легендам рассказано, что загнал вот эту Чуть в пещеры, в уральские горы, и Чуть она до сих пор там где-то запечатана. Бедные. Да, вот, кстати говоря, говорят, что, ну, по крайней мере, я слышал, что вот эта вот Чуть, это наоборот мелкорослые такие вот, чуть ли не карлики. Да, они мелкорослые, но вот там вот тоже я вот удивился, почему именно с Чуди связано. Но там вот в легенде упоминают, что вот этот вот как раз Дый, он призвал каких-то великанов. Я не помню, как название, но вот именно великаны как-то. И да, действительно, у нас вообще в пермско-уральской мифологии есть вообще очень много рассказов о великанах. Например, великан-палют, великан-пеле. Это как бы два друга были, которые в свое время влюбились в красавицу Вишеру. У них из-за этого там была очень долгая, скажем так... Дуэль. Дуэль, да. Но в итоге, скажем так, дружба победила. А дальше еще интересный миф, опять же, о них. То есть это незапавнятные времена давным-давно. И на, скажем так, землю уральские пошел какой-то нехороший ворох. Вот эти два великана встали на горы. Потом их так и назвали. Одна гора у нас полю, другая пели. Бросали камни. Интересно, есть фотографии. Ну, понятно, что это могут быть скалы, мифы. Посреди реки прямо вот эта самая цепь вот этих камней громких. Действительно, кто-то эти камни в реку накидал. Интересно. А в результате воинство было такое огромное, что они победить никак не могли. И вот великан-палют разгневался, топнул ногой по скале. Скалы обрушились и завалило это воинство. И самое интересное, эта легенда имеет реальное продолжение. У нас действительно есть гора-палют. И на этом, скажем так, такой ответственный выступ. Огромный след ноги человеческой, правой ступни, примерно раза в два с половиной, в три больше человеческого. То есть там великолепно видно все вот эти пальчики, ступня. Как получилось? Ученые говорят, что это в результате ветра. Ну, допустим, ну какое уветривание? Другие говорят, что кто-то, скажем так, из древних монахов там пытался выдумывать. Ну, понимаете, там вот нет следов долбежки. То есть такое впечатление, что камень был мягкий. И вот действительно, вот как в глину кто-то на него наступил, а потом это все окаменело. Потому что, ну, очень четкие следы. Никаких ни сколов, ничего нет. То есть явно, я понимаю, если бы, грубо говоря, это было где-то под сколой, может быть, природа так играла, вода капала. Ну, вот уникальное явление. Но это вот именно на самой верхней части утеса, где нет ни воды, ни... Ну, ветер только там гуляет. Ну, а как это возможно, чтобы камень действительно стал таким, настолько мягким? Вы знаете, вообще с камнями очень много интересных, скажем, историй связано. Не история, а вообще не совсем четкое понимание, как вообще обращались с камнями наши древние предки. Похоже, они знали какой-то очень секрет интересный. Потому что даже если взять вот эти вот города Вандах, о которых мы говорили, там некоторые камни, они, ну, во-первых, не подогнаны очень хорошо. А некоторые камни, грубо говоря, имеют вот, то есть они вот так вот накладываются, то есть такое ощущение, что камни просто взяли, приложили, чем-то вот так вот выразили, измягчили, вот туда вдвинули просто. То есть такое ощущение, что вот те наши предки умели размягчать камень, а не делать его мягким и вот уже потом как-то складывать. Подгонять. Для меня была очень большая оторопь. Я много слышал о Волконском дольмении, он... Мне сохранилось, по-моему, штук пять или шесть по миру. Я сына попросил, там дырка небольшая, я туда своими габаритами пролезть не мог. Сын, у него парень 11 лет, я говорю, Данька, возьми фотоаппарат, там пощелкай внутренний тележек, как они это долбили все. Он туда залез, пощелкал. Я смотрю снимки и вообще не понимаю, что я вижу. Потому что я вижу внутреннюю плоскость, вот эту вот поверхность, она оплавленная. То есть такое впечатление, что камень изнутри нагрели до состояния вот этой, ну, глубоко, какой-то магмы. Вдули туда воздух, и потом вот этот камень застыл. Потому что вот там вот по стенам, там именно вот потеки камня. То есть там ни о каких зубилах речи вообще не идет. Да, любопытно очень, я бы сказала. А вот, ну, естественно, вот, да, действительно, вы сказали, что мифы существовали везде, в каждом практически, наверное, о великанах. И разные тоже. Даже если вспомнить наши российские, славянские, там можно и Святогоров вспомнить. И Богатыри, и Руслану Людмилу вспомнить эту отрубленную голову. Да, да, да. То есть, если вот кроме вот этой части, ну, территории нашей России, да, где-то еще какие-то такие вот, ну, находки делают или нет? Потому что если говорить о том, что там тоже существовали свои мифы, ведь о великанах, да, о гигантах, но ведь и по всей остальной территории России. Ну, вот район Якутии тоже интересен. Там вот есть, скажем так, такая мистическая долина, где якобы находятся остатки древних цивилизаций. Это там котлы вот непонятные, в которых что-то происходит, излучение какое-то с человеком. Несколько экспедиций туда уже отправлялось, котлы эти. Вроде бы находят, вроде бы не находят. И там тоже вот есть очень много интересных легенд, опять же, связанных... А, называется эпос Алонха. Это как раз древний якутийский эпос. Там тоже описывается один в один, ну, что вообще интересно. То есть, похоже, была какая-то глобальная война. Потому что также описывается война каких-то небесных людей с великанами Земли. Опять же, великаны, вот именно небо победили и загнали, вот, скажем так, наших вот этих людей, которые жили на Земле, куда-то под землей. А все ли связаны действительно легенды и, может быть, реальность, да? Потому что есть такая точка зрения, что все легенды — это действительно отражение реальности. И люди не могли ничего придумать просто потому, что не могли бы себе это вообразить. Ну, как бы, да, понимаете, у нас вот есть, скажем так, понятие, мы мыслим не словами, вот у вас текст написан. Вот если я вам скажу, ахалай-махалай, вы не сможете его образить, потому что у вас нет. Если же густакан, у вас образ разговорится, задается. Есть действительно, скажем так, в психологии такое мнение, что человек, он по натуре своей много-то выдумать не может, он оперирует готовыми образами. А мифы, да, со временем просто, скажем так, трансформируются в какую-то некую такую устную форму. Тогда же не было ни компьютеров, передавалось все устно. Естественно, при передаче это как-то трансформировалось, детали опускались, как-то приукрашались. И вот те исторические факты, которые когда-то были факты, они в результате превратились в сказания, в мифы, в легенды. Даже взять, например, совершенно случайно, работая со старыми документами 19 века, нашел интересную информацию. Соказ Бажов, наш Павел Бажов, он вот эти свои сказы писал на основе реальных этнографических репетиций. Было очень интересно такое, Уральское общество называлось историков, центр был в Екатеринбурге, в Перми был центр, в Челябинске, еще в нескольких городах. То есть такие вот увлеченные люди, которые могли располагаться временно, видимо, состоятельно, они вот просто вот эту информацию собирали. А Павел Бажов уже трансформировал вот эту вот информацию в виде вот таких вот сказок. А вот кто же такие все-таки великаны, откуда они? Это небесные создания или все-таки земные? Вы знаете, это вопрос, да, конечно, очень интересный и сложный, потому что, ну, во-первых, даже нет материала, с которым можно было бы поработать. Да, есть останки, ну, вот насколько я знаю, даже те останки, которые найдены, почему-то не проведена генетическая экспертиза. Вот буквально даже два месяца назад весь мир был ошарашен, американцы провели генетическую экспертизу якобы останков волосяного покрова с остатками кожи снежного человека. Доказали, что там присутствует как генетип человека, так и какой-то неизвестный генетип. То есть, да. Почему не делаются, скажем, официальные вот эти анализы? Я не знаю. Может быть, здесь опять связаны какие-то политические проблемы в науке? Тут сложно сказать. А можно ли говорить о том, что все-таки какое-то действительно вырождение происходило? Или это действительно просто сменялись, ну, расы-не расы, да, но вот цивилизации, да, скажем так, больше в глобальном понимании, как считается, там было, существовало, ну, пять рас вот этих вот, да, древние совсем, вот, все меньше и меньше и меньше становились, и наконец-то доросли до таких людей в минимальном размере, скажем так, как мы с вами. Можно говорить о том, что вырождение происходило или нет? Ну, скорее всего, так, потому что, вот, скорее всего, тут именно было связано с цепью каких-то или климатических, или было глобальных катастроф, которые привели вот к таким изменениям. Даже вот возьмем мы, там, Мезозойский и прочие эры, которые стоят у нас на миллионы лет, там и деревья, извините, были повыше, и динозавры покрупнее, то есть, да, скажем так, царила эпоха определенных таких циклопических созданий, то есть, вполне вероятно, что человек тоже мог иметь такие формы. Опять же, почему он приобрел такие формы? Потому что, грубо говоря, есть определенные расчеты и формулы, что в условиях определенной планетарной гравитации существа должны развиваться по определенному алгоритму. И получается, вот, исходя вот из этих уже совершенно научных расчетов, что, в принципе, великаны-то, они как бы в нашу экосферу не вписывались, то есть, это как бы были чужеродные создания. То есть, если мы начнем фантазировать, скажем так, опять уйдем в область псевдонауки, можно предположить, что да, какие-то здесь или были, скажем так, представители не нашей цивилизации, или, возможно, проводился какой-то глобальный эксперимент. Вот в этом плане очень хороший фильм. Если он вроде как бы сказка Кира Булычева, называется... Ой, сейчас скажу. Ой, не скажу. Но там смысл какой. Прилетают ученые на планету, параллельно существует цивилизация людей и цивилизация динозавров. Причем цивилизация людей начинает очень сильно прогрессировать. И в итоге экспериментов и исследований приходят к тому, что в развитии цивилизации примитивно мешалась некая инопланетная цивилизация, которая начала гнать прогресс совершенно такими ускоренными темпами. «Подземелье ведьм» фильм назывался. Ну да, действительно, это так... Может быть, отчасти грустно, да, понимать такое, что подопытные кролики, в общем-то. Ну да, здесь это как бы чисто человеческая самость, потому что как бы не хочется быть какой-то крысой, которая сидит в коробке, и кто-то там сверху тебя током электрическим периодически бьет. Ну да. А есть какие-то находки в других частях, я имею в виду, именно останков таких вот гигантов? Видели ли вы своими глазами таких вот гигантов, да? Можно ли говорить об этом? Вот останков видеть не приходилось, но общался с очень интересным таким человеком. Правда, это не территория России была, это был, ну, предлежащий территории Казахстана. Вот он рассказал, к сожалению, он, правда, поздно об этом рассказал, потому что с тех событий прошло уже 5 лет. Вот он рассказал, что они рыли там какой-то арык. И совершенно случайно в результате вот ритя этого арыка выкопали кости человека примерно ростом около 3 метров. Естественно, заинтересовались, там, видимо, детишки набежали, все это дело быстро разнеслось по округе. И приехали, говорят, какие-то люди, все это погрузили на машины. И быстренько увезли. Да, быстренько увезли. Всем объяснили, что, ребята, вы ничего не выкапывали. То есть есть, видимо, какой-то определенный контроль, вот о чем я говорю вначале, за определенный, ну, вот тут, скорее всего, даже не с наукой связано, а с тем, что, знаете, вот есть такое хорошее выражение, человек, который не помнит свою историю, легко управляем. То есть, возможно, с этим тоже связано. Когда человек, скажем так, не знает своих корней, им легко манипулировать. Можно сегодня сделать, может быть, ну, не знаю, по тем сведениям, которые на сегодняшний день имеются, я имею в виду о захоронениях тех же самых великанов, да, или же о расположении тех монументальных строений, зданий, как ни назови, да, сооружений, которые находятся на сегодняшний день на планете. Можно ли говорить о том, как вообще передвигались великаны, ну, вот эта вот цивилизация, да, если, ну, будем все-таки говорить, что это все-таки была отдельная цивилизация, да, как перемещались, где жили, где обитали, что вот им нравилось, может быть? Ну, насколько я знаю и смотрел информацию, связанную с великанами, это, конечно, больше всего находок, это район Африки, больше вот ЮАР и прочие страны, и район Средиземноморья. И, как ни странно, находки есть такие очень интересные, в том числе и цитопических сооружениях, это район Кольского полуострова. Тут, может быть, опять же, мы начинаем уходить в сторону немножко от науки, возможно, связанная с цивилизацией Атлантов, потому что даже если мы вспомним знаменитую поэму Платона в Атлантиде, то вспомним, что люди-то там были достаточно высокими. Немаленькие. Да, немаленькие, то есть намного выше среднего роста. Интересно тоже вот по этому поводу, есть в Египте, где, кстати, тоже очень много находок, связанных с великанами, такой город Эдфу, куда водят туристов. Знаменит он тем, мало кто знает, чем он на самом деле знаменит, знаменит он так называемый стеной строителей. А в Египте, скажем так, есть два вида прочтений иероглифов, грубо говоря, гражданские и жреческие. Так вот, переводов, к сожалению, тоже буквально вот благодаря усилиям Склярова и коллеги Его Жукова, вот очень некоторые из этих текстов переданы. И там конкретно говорит, что вот из северной страны, где полгода светит солнце, полгода светит ночь, пришли рослые белоголовые люди и научили вот именно ту цивилизацию египтян строить вот эти сооружения. То есть вот, в принципе, вот на основе этих легенд мы можем как-то проследить, вот как это происходило. Движение. А происходило движение, опять же, почему? Начал изменяться климат. Вот опять же, если мы возьмем Кольский полуостров, там присутствует очень много растений, которые характерны для, скажем так, более теплого климата. То есть можно предположить, что десятки тысяч лет назад климат был другой. Возможно, что у нас сейчас происходит, магнитные полюса поменяются, там что-то, ну что-то произошло, какая-то климатическая концов, и люди вынуждены были переходить в более теплые, скажем так, места, неся с собой вот эту культуру. Как раз вот продолжение культуры Атлантиды, это вот государство Биармия, границы, которые постирались вот как раз от Кольского полуста до границы Уральских гор. Произошла определенная ассимиляция. Опять же, легенда смотришь, интересно, тоже находил в старых документах. Причем вот в 19 веке очень серьезно рассматривать тему Биармии и тему вот чуди вот этих народов. Там конкретно написано, что чудо ходили воевать с биармийцами, то есть вот туда, в сторону Кольского полустрова. Если посмотреть находки, вот этот наш знаменитый звериный стиль, очень похожие находки находят в Леоне Кольского полуста. То есть была какая-то вот эта вот самая постоянная связь вот этих культур. Или эта культура просто сюда пришла, принесла и оставилась здесь, или действительно какие-то были глобальные перемещения, которые... Глобальные миграции такие. Да, или вот сейчас мы об этом, если будет интересно, поговорим, были, возможно, какие-то возможности делать это быстро перемещаться. Да, это что касается, может быть, телепортации или еще чего-то такого, да, возможно. А еще я знаю, ну, существует, по крайней мере, мнение, что наша вся земля изрыта такими подземными тоннелями. Находки такие, соответственно, тоже имеются. И даже они есть и под океанами нашими, и связаны совершенно спокойно все континенты. Тоннели, да, действительно, этих очень много находят. Вот у нас буквально личный такой случай был. У нас в конце декабря 1998 года проводили мы экспедицию от нашей станции Руфорс на Кольский полуостров. Задача была, почему зимой поехали, выдвинули предположение, что с помощью тепловизора, ну, совершенно такое бредовое предположение, но, тем не менее, оправдавшее себя, что с помощью тепловизора можно находить по разнице температур вот эти подземные пустоты. Тут все равно идет немножко теплый воздух, вот по этой минимальной разнице можно их как бы находить. В результате коллеги у меня спустились в одну из Апатитовых шахт, как раз называется там поселок Апатиты. И совершенно случайно как-то, ну, ребята, естественно, общались, зачем они приехали. И вот одни из горняков сказали, вы знаете, а там шахты очень глубокие, там нижний горизонт находится на глубине полтора километра, то есть там серьезно достаточно копают. И вот горняки сказали, что мы, говорит, периодически делаем проходки и натыкаемся на старые тоннели. И даже вот забутованные штряки показали. То есть какие-то старые тоннели уходят никуда. Вот мне ребята все это снимали. Любопытно. Непонятно, да. У нас в Уральских горах тоже там все изрыто тоннелями. Причем есть места, где район Красновишевского заповедника, такая очень заповедная зона у нас, расположена красной территорией земли Манси, это святое достаточно для них. И там есть такая стуковая гора, где есть пещеры, что-то там постоянно стучит. И в этом месте очень часто наблюдают шары, которые прямо из скал вылетают. То есть, опять же, эти легенды о чуде, они воплощают всю реальность. То есть, если действительно цивилизация сюда ушла, то, возможно, там действительно она что-то еще делает. Ну, вот трансформироваться, приспособиться к жизни. Существует там. И можно говорить о том, что это действительно вот эти вот такие огромные сооружения, эти подземные тоннели, или это все-таки такие, наоборот, маленькие? Вы знаете, разные встречают. То есть, нельзя сказать, что это было только построено для великанов? Нет, это, видимо, разные цивилизации строили. Даже если взять работы фон Кевицкого по тоннелям в пустыне Гоби, он там, я не знаю, откуда информацию получил, не проверял. Я передаю, как я это читал в его работах. То есть, там достаточно такие серьезные тоннели, превышающие, скажем так, московскую подземку. Да, и немаленькие, я бы сказала, такие огромные пещеры даже. Ну, вот мне бы хотелось еще, знаете, что спросить. Можно на сегодняшний день сказать, что из себя представляли великаны? Какие они были? Все одинаковые? Ну, понятно, что если мы говорим о разных цивилизациях вот этих вот великанов, то они, естественно, отличались и в росте, и все. А между собой вот в одном, скажем так, в одной цивилизации? Ой, вы знаете... Какие-то характерные признаки можно? Ну, как характерные признаки? И вот, знаете, вот анализируешь, смотришь фотографии в интернете, понимаешь, что там, понятно, конечно, очень много подделок, но есть действительно непонятные черепа и строение костей. Вот есть, например, такие существа с такими вытянутыми головами непонятными, такими яйцевидной формы. Очень часто говорят, что вот... Ну, это уже, скажем так, перепевы такие полумистические, что вот эти вот головные уборы фараонов такие вот высокие, они делаются именно для того, чтобы скрыть вот эти вот необычные черепа. Да, чтобы как бы вот... То есть, сами фараоны, они как бы были выходцами не из нашего мира, а как бы это была немножко другая цивилизация. И, кстати, это подтверждает, есть такой забытый всеми историк Манифон, который жил 2000 лет до новой эры. Это, кстати, первый ученый, это был ученый, который применил методы исторической вот этой самой последовательности. Тогда еще, когда была Александрийская библиотека жива, он мог работать с документами вот именно фараонов, он сделал уникальную вещь. Он составил список всех правителей, начиная, по-моему, с 2000 года до новой эры. К сожалению, сама эта работа сгорела в Александрийской библиотеке, но, тем не менее, работами его пользовались очень многие. То есть... 10-20 тысяч лет назад, они конкретно были представителями небесной, скажем так, вот этой братьей. Ну да, но то же самое говорят и о шумерской цивилизации, в общем-то. То есть здесь много сходных моментов. Вот небольшая информация о том, что великаны еще до сих пор рядом с нами. Самым высоким мужчиной, о котором имеется достоверное свидетельство, был Роберт Першинг Уадлоу из США. Когда 27 июня 1940 года ему измеряли рост, он равнялся 2 метра 72 сантиметра. Длина кисти его руки от запястья до кончика среднего пальца была 32,5 сантиметра, а максимально зарегистрированный вес достигал 223 килограмма. Уадлоу страдал опухолью гипофиза и акромегалией, поэтому рос всю свою короткую жизнь. Однако, по некоторым сведениям, рост крестьянина Витебской губернии Федора Андреевича Махнова был еще выше 2 метра 85 сантиметра. Надо сказать, что его родители, два брата и две сестры, роста были выше среднего, но великанами не считались. Между тем, великаны встречаются и в наши дни. Так, в 2005-2007 годах и с 2008 года самым высоким человеком в мире по версии книги рекордов Гиннесса считается монгольский чебан из китайской провинции Внутренняя Монголия Бао Сишунь. Он родился в 1951 году, его рост 2 метра 36 сантиметров. В юности Бао играл в баскетбол, но так и не стал спортсменом, а работает пастухом в родном городе. В 2007 году он сыграл свадьбу с 28-летней продавщицей из своего города. Через год 57-летний Бао стал счастливым отцом. Кстати, в 2007 году 37-летний гражданин Украины Леонид Стадник был официально признан самым высоким человеком мира. Его рост тогда составлял 2 метра 57 сантиметров. Рост его родителей ниже среднего, но в 14 лет мальчик перенес нейрохирургическую операцию, в ходе которой, как полагают врачи, был поврежден гипофиз и нарушился обмен веществ, что и привело к подобному росту. Самым высоким россиянином считается Александр Сизаненко, игравший в 80-е годы в баскетбол, но получивший инвалидность из-за своего роста, который по разным данным достигает от 2 метров 39 сантиметров до 2 метров 44 сантиметра. Самая высокая женщина в мире Сэнди Эллен Аллен из Индианы, 1955 года рождения. Ее рост 2 метра 32 сантиметра. Она весит 209,5 килограмм и носит 50-й размер обуви. Из отечественных женщин-великанов самой известной считается баскетболистка Ульяна Семенова, 1952 года рождения, имеющая рост 2 метра 13 сантиметров. В составе национальной сборной Семенова стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и одиннадцатикратной чемпионкой Европы. Можно ли говорить о том, что все-таки великан еще до сих пор среди нас, или же все-таки нет? Вы знаете, да, вопрос такой действительно очень интересный. Тут, наверное, надо вспомнить о так называемых спящих генах, которые присутствуют в каждой, скажем так, вот этой нашей спиральке ДНК. Спираль ДНК до сих пор полностью не расшифрована. Каждый год ученые находят какие-то новые гены, там ген старости, там ген гениальности. И наверняка, вообще что такое ДНК? Это фактически, скажем так, ну, говоря своими языками, большой жесткий дистанк, в котором написано очень-очень много интересной информации, причем информации о прошлых поколениях. И вполне вероятно, что все равно найти народу, наверняка было какое-то кровосмешение между... Потому что в легендах тоже есть, что как бы великаны крали вот этих молодых женщин, непонятно, что там с ними делали, и в результате получалось вот совершенно интересное потомство. То есть наверняка, если это не легенда, то все равно вот этот генотип, он наверняка где-то в нас дремлет. И неожиданным образом он таким вот может проявляться при каких-то условиях, там или травма, или действительно какая-то опухоль. То есть я думаю, что среди нас не только великаны, но и представители вообще всех тех цивилизаций, которые вот жили на нашей планете. Просто мы, скажем так, до конца еще не расшифровали себя вот именно как человека, как эту личность, как, скажем так, представителя не просто вот какого-то города Москва, города Перми, а как гражданина нашей планеты. — Аника, мне хотелось бы спросить, хорошо, ну, можно сказать, что все-таки великаны действительно среди нас, ну, по крайней мере, в какой-то, ну, какой-то долей, скажем так, вероятности, да? Но тогда вопрос возникает еще о том, что на сегодняшний день очень, ну, ученые говорят, что существует акселерация просто действительно. То есть можно ли говорить о том, если раньше все-таки великаны, наоборот, получается, ну, деградировали, не деградировали, ну, как это ни назови, но все равно они приспосабливались к определенным условиям среды обитания той же самой, да? И, естественно, рост их становился меньше. Но если говорить о тех вот древних источниках, да, которые нам утверждают, что изначально рост был вообще аж 52 метра людей, то сейчас, наоборот, все-таки люди стремятся, ну, не стремятся, а говорят, что действительно ученые утверждают, что акселерация происходит, и люди все выше и выше становятся. Вот как это сопоставить? Вы знаете, я статистики такой не смотрел, не видел, но вот чисто если логически подходить вот к этому вопросу, вот современному человеку нет необходимости становиться выше, потому что большая часть населения, сейчас живя в крупных мегаполисах, она, скажем так, освобождена от необходимости вот непосредственно общения вот с этой экосферой, с реальной экосферой. То есть я все-таки считаю, вот я по образованию, скажем, учитель начальных классов, педагог профессиональный, просто вот наблюдаю за тем, что происходит даже с детьми последние лет 20, вот как я с этой темой сталкиваюсь. Процесс акселерации вот у современного, скажем так, подрастающего поколения идет, скажем так, в определенной области, скажем, в информационной. Но с точки зрения вот как бы физической и, возможно так, умения общаться с окружающим миром, идет наоборот полный процесс деградации. С чем это связано? А вот возвращаясь к вашему вопросу, если вот непосредственно говорить о том, что великаны живут рядом с нами, вот у меня есть очень много случаев, когда мои друзья, и я сам сталкивался вот с этими существами в условиях леса. Можно называть их снежными людьми, можно называть их как угодно, можно называть их инопланетянами. Друг у меня буквально года 4 назад, находясь в нашей аномальной зоне Малепка, столкнулся с как раз таким строгометровым существом. Причем можно было бы говорить, что ему показалось, но там он был не один. То есть не одному ему показалось точно? Очень подобные вещи тоже происходили со мной. Вот буквально 2 года назад ездили мы в одно интересное место недалеко, тоже от Перми, в 200 километрах. Нашли там, друг у меня нашел, ехал на велосипеде, он любит путешествовать. Нашел тело разорванное пополам коровы, какие-то волосы непонятные такие. Меня пригласил, мы приехали на место, да, корова действительно порвана, потому что она не рублена, мы сейчас думали, может местная корова заболела. Волосы подобрали, и вот как раз в лесу столкнулся с непонятным явлением. Можно сказать, что существо не видел, а слышал. Потому что мы разделились, решили поискать следы. Во-первых, нашли след, даже сфотографировали, размеры, наверное, под 60-го. Тогда у меня нога с берцем занимала примерно где-то две трети от этого следа. И потом вот услышал очень интересный такой звук, как будто пела женщина. То есть идешь в лес, слышишь поет женщина, понимая, что, ну, возможно, кто-то ходит, собирает грибы, отпугивает зверей. Начинаешь приближаться, звук уходит. Останавливаешь звук, начинает подходить к тебе, то есть как будто тебя кто-то заманивает. Начинали с местными, потом с местными пообщались. Я решил туда не ходить, я просто, честно говоря, стала не по себе. А не по себе стала после того, я своих ребят назову, надо посмотреть, потом в лесу ходят, может, там расскажут. Меня ребята не слышат. Я обычно хожу, у меня пистолет с холостыми патронами зверей, я стреляю в воздух. Нормальный человек в условиях леса, он, как минимум, слыша выстрел, он испугается, припадет пень. Пенье не прекратилось. Меня это совсем насторожило, потому что туда лучше сейчас не ходить. Лучше не надо. Встретился с ребят, мне говорят, мы к тебе не идем, мы слышим, ты с какой-то женщиной разговариваешь. А местные, вот когда мой друг туда поехал, мне еще предупредили, ты, говорит, осторожнее, там волосатики встречаются. Он подумал, волосатики, они, может, медведи так называют. Потом помнишь, что они медведи, начинаем спрашивать, а что это за волосатики? Говорит, так это хозяин леса, он тут к нам периодически приходит. А у нас как раз в крае принято было раньше, давно еще, лет 200-300 назад, жертвоприношение. То есть вот брали, оленя тогда брали и давали вот в дар вот этим духом лесу. Сейчас, видимо, принесли в жертву корову, естественно, они про это говорить не будут. Понятно. Да, ну, загадок, я бы сказала, у нас и в России, и вообще в мире хватает еще. Но, подводя итоги, к сожалению, у нас не так много времени осталось. Можно ли сказать, что и загадки раскроются все когда-нибудь? И, например, на историю, на нашу историю древности, скажем так, будет совершенно иной взгляд. Можно какие-то сделать в этом отношении прогнозы? Ну, однозначно. У нас, хоть и говорят, что историки, что у нас белых пятен не осталось. У нас, в принципе, история — это одно большое белое пятно. Потому что сейчас даже сами историки признают, что с каждой новой эпохой шло определенное переписывание в угоду вот этому строю, который вот существовал на то время. Поэтому история, она во многом не фальсифицирована, а, скажем так, немножко повернута под другим углом. И вот хотелось бы вот именно вот этот пазл все-таки сложить, чтобы увидеть всю картину целиком. Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Но мы подводим итоги. Еще на заре человеческой истории великаны поражали воображение людей и становились героями мифов и сказаний. Гигантские люди встречаются в преданиях и легендах самых разных культур, в священных текстах различных религий. Исторические хроники XIX века часто сообщают о находках в разных уголках земного шара скелетов людей аномально высокого роста. Так, в 1821 году в Теннессе нашли развалины древней каменной стены, а под ней два человеческих скелета ростом 215 сантиметров. В 1885 году в Пенсильвании в Большом могильном холме был обнаружен каменный склеп, в котором также находился скелет высотой 215 сантиметров. На стенах склепа были вырезаны примитивные изображения людей, птиц и животных. В 1899 году шахтеры в Германии обнаружили окаменелые скелеты людей ростом от 210 до 240 сантиметров. А в 1890 году в Египте археологи нашли каменный саркофаг с глиняным гробом внутри, в котором находились мумии двухметровой рыжеволосой женщины и младенца. Чертами лица и сложением мумии резко отличались от древних египтян. Зато похожие мумии мужчины и женщины были обнаружены в 1912 году в Неваде, в пещере, вырубленной в скале. Рост мумифицированной женщины при жизни составлял 2 метра, мужчины – около 3. Изображения гигантских людей можно встретить почти во всех странах. Наиболее известны из них великаны Британии. Это 70-метровый человек из Уилмингтона и 50-метровый гигант из Церна. Фигура великанов находится на меловых холмах. Древние люди сняли там дерн с травой таким образом, что обнажилась белая основа холмов. Белый контур огромных человеческих фигур прекрасно виден на зеленом фоне, если смотреть на него с высоты, например, с самолета. В последнее время появляются все новые и новые сообщения о гигантах на Земле. Правда, подтвердить или опровергнуть большинство из них довольно сложно. Возможно, великаны существовали, а некоторые исследователи утверждают, они существуют и по сей день. Следы древних великанов на Урале сегодня мы искали вместе с нашим гостем в студии, директором русской уфологической исследовательской станции Руфорс Николаем Суботиным. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. Ну, а мы напоминаем, что видеть программы, которые вы не смогли посмотреть в прямом эфире, поделиться своими историями, а также задать интересующие вас вопросы, вы можете на сайте нашего телеканала astrodefistv.net. С вами была Антарья Гончарова. Всего вам самого доброго. Смотрите программу «В поиске ответа» и вы узнаете много интересного. Надяйте ответы на самые сокровенные свои вопросы. Продолжение следует...